Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 какие же новые цвета, и как будет развиваться в цвете следующие 20-е годы. Есть такой производительный текстиль ангельский, Шолка-Шолка, Джеймс Хэрер, он из-за того, что вы слышали, и это вообще бронхер-двладит в Англии, это проходит Шолка. И я смотрю, что я смотрю, я смотрю, что я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, что я смотрю, я смотрю, что я смотрю. Я смотрю, что цвета очень похожи на те цвета, которые есть паритер Феррунбол. Тебя верят. Очень похожи на паритер Феррунбол. Они говорят, ну, правильно? Как только Феррунбол вознялся паритер, мы после заявки в магазин взяли паритер и поняли, как здесь всегда должны быть. Так они пришли в однотоннике, с нашел, что вы провели с паритерами, как Джеймс Хэр. Это очень важно, да? То есть бренд, который соберет систему, который двигает, все работает. Работает в мире, работает в стиле, работает в Икеа, работает в городе. Все работает, пока активно это будет. И что тоже очень важно, сам по себе методика формирования цвета за корректировки цветов, она имеет определенную логику. Условно в коридоре цветов, в коридоре температуры, да? Есть нейтральные оттенки, есть немного теплые, немного холодные. Если вы разбираете холодные оттенки, корону, они все работают друг с другом. Просто вы можете даже карпачку бросать одну за другой, воду, переходящие цветом. То есть глядность с ошибкой, чтобы вы ошибетесь, следствие здесь минимально, все будет зависеть от того, просто какой преломнение цвета будет в какой-то получении. Это очень важно. Какие плавитуры, которые вы думаете? Кабинаторность плавит, сочетаемый цветом, достаточно высокая. Вы можете, таким образом, 5, 6, 7, 8, 10, 12 цветов. Все эти будут на мануне сочетаться. Вы можете привлечь их в разных помещениях, переходя из одного помещения в другое, в другое не будете чувствовать дисгармонию, потому что особенно приходится с одного цвета. Это очень интересно, может, сочетается на примере белых оттенков. Я открываю вам пакет. Вот самые три светлых оттенка биона. Самые холодные, самые теплые, с белыми мембранами, наверное, ними. Вот треть плавит, которая в голову работает только с этим, а треть только с этим. И, соответственно, и оставшийся плавит работает с мембранами. Все очень логично. Единственное, что, когда вы открываете раскладушку, вот этот самый, что у вас в пакете, здесь ничего так это не подписано, здесь написано холодный, берите холодный. Нет, вот эта раскладушка, это всего лишь визитная карточка. Здравствуйте, я Фару Блок. Вот, если вам нравится моя палитра, вы приходите в Ахамиду и работайте с большими областями. Я так и думаю. Здесь все есть. Здесь сеть, ацетак, есть небольшой пакетчик. Выдушенную натуральной краской. То есть, ваша краска будет ровно такая же. Если вам, например, объехать, вот примерно, далеко, то есть альбом, причем с ним вы будете выглядеть. Это самый настоящий красивый пакетчик. То есть, все эти цвета, которые отсюда выгляжены, они взяты из этого альбома. Когда вас будут видеть ваши лучшие заказчики, вы будете его принимать, да? Ну что, альбом. Да. Чтобы был опытный дизайнер. Есть определенная дамская сумочка. Видите, все на самом деле ориентируется вокруг женщин. Все, что касается их периода. Здесь тоже все эти цвета, ставлены на виды таких выписок. К сожалению, я думаю, не из дуальной краски, это типография, но вы не видите, что цветопадание идеальный. Соответственно, он стоит ребенка, и вы можете не издевать цветопадание. Так получилось, что, в принципе, мы солим тему исторических цветов. Это интересная, сам по себе, идея, да, что в поликле есть исторические цвета. И это важно. Я покажу сейчас исторические цвета, которые являются интересными, актуальными, посреди. Но используя только исторические цвета, это утопия. Нам не всегда необходимо добавлять какие-то оттенки, компоненты, цвета, которые будут работать в системе. А право было известно не только своими цветами, а также и названиями. Есть, например, вот такой вот открытый оттенок, он принес 4 года назад, называется пудра Шарлот. Шарлот, странно слухая. Шарлот – это реально существующий человек. Он разворачивается всех последних цветов. И всех последних обоих, и понимать. На самом деле, молодая девушка, что я не вспомнила, вот так надеялись, да? Ферлот выглядит чем-то очень классическим, да? Но очень важно, что в среднем среднем возрасте работников, которые участвуют в заводке и юридице, то в маркетинге он не превышает 50 категорий. А на самом деле, молодой состав. Но ферлот чрезвычайно мальярная марка. Примерно полмиллиона подписчиков на Facebook, и в инстаграме. У каждой, примерно, есть даже статистика. Примерно у каждой второй англичанки вот эта самая столбушка. У каждой второй англичанки есть вот эта распорядка сумма. Банк – это одна из самых дорогих красок. Но, кстати, не было гремов, но у нас с вами есть большое преимущество. Мы имеем возможность с вами купить английскую краску на английской цене. Я объясню, в чем дело. В Европе, как делаем, в итальянской краске, в эфирном возрасте, в грех стоят значительную дорогу, примерно на 30%. То есть, купив в Париже, вы купите дороже, чем вы купите в Киеве и в Харкейне. Вот такая любая краска. Ну, вы знаете, предмет моих дисков, профессионал «Ромбол» последний 10 лет. Ну, это почти уже. Эта компания, она, похоже на, есть молодые принципиумы, зато есть очень старые прожженные госы. Вот и бюрократия у них достаточно серьезная. Понимаете, как все это было выглядело? «Ромбол» – конечно, есть «Ромбол». «Ромбол» – стало понятием «нависательный банк». Когда появилось свое имущество, могут даже написать в виде глагола «Ромбол» что означает «всё выпрошено в «Ромбол», что означает, что, само собой, всё в интерьере красиво, не дай качественно. Помимо такого цвета, как «Шерлот» 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 «Дэд Сэллмон» «Дэд Сэллмон» «Доктор Масось» «28 цвет». «Очень популярный цвет». «Чё-то не, он не ходит в топ-3, наверное, не, даже не в 500-3, то сам зафигантится только по нему. «Дэд Сэллмон» «Стенка и мыши» «Моменсор». Достаточно поэтические названия всё это имеют. «Пиджин» «Голуб» «Похоже на «Голуб»?» «Не похоже». Я видел такой ролик, «Почему я ненавижу «Харлонбол»» «Молодой подросток?» «Чем страдают подростки?» «Они со всеми в фондах». «Почему я ненавижу «Харлонбол»?» «Вот это они назвали «Голубами». «Чарльз» «Монгрей» «Очень много названий, имеющие биографическое… «Отталкивающие…» «Отталкивающие…» «География». «Копченый мурия» «Копченый мурия?» «Кто знает?» «Кроуд» «Как его сомистик?» «Есть английский мурия?» «Форель» «Как?» «Форель» «Копченый форель» «Наконец, самый популярный цвет во всех народах «Дыхание слона» «Если вы еще не знаете «Какие же дыхание слона» Причем это самая главная цель, но ему реально приходится чуть ли не 15% всех продаж в втором блоке. Только на один этот цель, который был разработан почти 10 лет назад. Я думаю, что они... Абсолютно нет. Например, одно из последних названий, только этот цель, я вам сейчас не покажу, Духанья Калтар. О, это кто они? Само то, что в палитре есть два дыхания, да? Да, дыхание и глазами. Не думаю, что Калтар, наверное, реально исчезновидно. У нас из-за чего они будут? Масштаблендой? Масштаблендой? Да, консольдер, как раз таки, это тоже нет, вроде маркетинг. Все начинают обсуждать. Слушайте, они думали опять, что бумаги, да? Сейчас я вам покажу... Прочистила.